Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну, здравый смысл подсказывает, что то, что происходит в стране, то, что продолжает происходить в стране, это на самом деле полное безумие. Я имею в виду, ну, вот эти погромы, грабежи и в особенности снос памятников, потому что понятно, что афроамериканцы, так называемые, которые выступали против расовой дискриминации, они определили для себя поле выражения протеста в виде магазинов, а вот в подавляющем большинстве белые недоучки избрали своими объектами, а так как раз памятники, стоявшие некоторой постой более лет. Ну, давайте мы, так сказать, вы так, ты разделил так на белых и черных, в смысле, так по действиям. Я не знаю, я как-то так не наблюдал это так, надо посмотреть, наверное, так оно и есть. Но у меня чуть-чуть, как бы, в голове сложилось немножко другое разделение. Во-первых, у нас есть некая политическая сила, ну, либо это демократическая партия, либо это какая-то группа, которая афилирована с демократической партией, которая обладает огромными деньгами, потому что для того, чтобы организовать в 30 городах одновременно абсолютно одинаковые действия, с возбуждением толпы, с приводом ее в определенные точки, с потом походом этой толпы куда-то в те места, которые были заранее подготовлены, отмечены, туда были завезены какие-то камни, кирпичи, кто-то шел впереди и разбивал окна, кто-то там вынимал эти стекла для того, чтобы не порезаться, было легче было туда залезать и тому подобное, кто-то подгонял машины. Это все очень сложно логистично делать, очень организовать, имеется в виду. Безумно, как надо набирать людей, надо их тренировать, надо объяснять им, надо разбить их на сотни, на десятки, то есть надо создать армию по всей стране. Надо договориться с мэрами 30 городов, 30 крупнейших городов, в которых огромное количество людей, живущих на пособиях, поэтому они голосуют за демократов, те обещают, что больше дадут, чем республикации. Договориться с ними, в основном договориться с ними, чтобы они не разрешали своей полиции вмешиваться в это дело, а даже наоборот защищали тех, кто грабит, от тех, кто может прийти и начать их стрелять из обнестрельного оружия. Это огромная операция, которая требует, с моей точки зрения, нескольких лет подготовки, готовности, для того, чтобы, когда нужно, отсказать, щелкнул палец, и она пошла. Но самое главное же, эта операция требует совершенно неимоверного количества денег. Я знаю, что во времена Обамы, когда он распоряжался стимулом, какое-то количество, большое количество миллиардов уходило в очень странные организации, которые называли всякими странными именами, а смысл был в том, что они будут рекрутировать и уговаривать новых избирателей, ну, значит, людей, которые пока не голосуют, голосовать. А, по-моему, на те деньги, которые они получили, можно всю землю уговорить голосовать. То есть, деньги эти явно где-то оседали для чего-то, для их цели, и сейчас они выстроили. Но даже этих денег не хватит. Мы говорим о десятках миллиардов долларов, чтобы держать этих людей, тренировать их, платить им зарплаты и тому подобное. Огромные совершенно деньги. Эти деньги откуда-то должны поступать. Я очень надеюсь, что вообще у меня большая претензия к ФВР, потому что Федеральное бюро расследования на самом деле для того и придумано, и организовано для того, чтобы внутри нашей страны следить за тем, чтобы порядок не нарушался, а тех людей, которые хотят его нарушать, их бы, так сказать, отлавливали до того, проникали там, так сказать, и т.д. То есть, инфильтрация при том огромном, так сказать, деле, который мы видим, проекте, который мы видим, происходит, это значит, во многих городах, практически по всем городам крупных, Соединенных Штатов Америки, в радикальных организациях, которые любят еще, так сказать, стучать в грудь и кричать, чтобы там всех вас и тому подобное, информация должна была выходить легко. Они друг другу говорят, переписываются там, кричат там и т.д. Значит, как так ФБР вообще ничего в этом не знал? ФБР вообще никак не подготовила нас и не подготовилась к этому. ФБР не сказала президенту, что готовится что-то вот такое, или что в любой момент, когда произойдет какое-то событие, произойдет то-то, то-то и то-то. Что-то невероятно странное. Либо руководство ФБР абсолютно импотентно, либо руководство ФБР не руководит на самом деле ФБР, а их отсекли, а руководство продолжают руководить Лизию, которые, ну скажем, пытались сбросить Трампа с помощью Мюллера, с помощью украинского разговора и ТПС из Белого дома, скажем так, выкинуть. Так вот, я хотел бы, чтобы департамент финансов, у них тоже есть своя полиция так называемая, посмотрел бы на движение денег, так сказать, кто платит, каким образом происходит вот это. Многие люди из тех, которые шли на эти демонстрации, мирные так называемые, они оплачены. Мы знаем, что они оплачены, они просто об этом говорят обо всех интернетах, друг другу и тому подобное. И вот, значит, к делению, да, разделение следующим образом идет. Значит, некое количество людей, и часть из них совершенно оболваненные, зазомбированные идиотки, которые одевали на себя розовые, так сказать, костюмы в виде женского полового органа, на голову, на тело и тому подобное, и пёрлись протестовать. Вот они, значит, там. Второе – это студенты, которые, значит, очумели от пропаганды, от того, что ну и так легко немножко взять у богатых, раздать бедным, и всем будет хорошо с этого момента. Поэтому они считают, что те, кто против этого, они либо сволочи, либо подонки, либо идиоты, либо что-то еще. Поэтому, вот, сказать, надо просто им раз навсегда объяснить, что они идиоты, они тут же поймут, и опять будет всем гаражем. И третья часть – это, значит, проплаченные товарищи, которые либо организаторы, либо, так сказать, для создания массы. Это одна колонна, и она не занимается ни разбоем, ни бандитством, ни… Максимум, что она делает, она подходит к каким-то местам и начинает вот… Рядом со мной находится такой парк, сквер имени погибшего полицейского, да. Значит, ну, полицейский – это плохо, погибший полицейский с точки зрения нового, так сказать, движения – это хорошо, потому что вообще полицейских убивают, там, давят на машинах, стреляют в затылок, при этом 20 человек, которые там, 100 человек, которые стояли рядом, никто ничего не видели. Вот. То есть, опять начнут переименовывать и эти, значит, мосты, куски хайвеев, там, скверы и тому подобное, потому что, значит, полицейские плохие, как же мы теперь называем их именами, там, какие-то, там, куски, там, хайвея или, там, фривей. Значит, вот эта вот часть. Вторая часть – это те, которые организовывают разбой, потому что люди, говорят, разбой. Организовывают, подготавливают, либо те, которые, так сказать, им сказали, ребята, делайте все, что угодно, никто вас наказывать не будет, залезайте куда угодно, вот мы вам все подготовим, с полицией мы договорились, уже она меживаться не будет, судами мы договорились, суды его судить не будет, там и тому подобное. Значит, берите что хотите, сколько хотите, и только быстренько, 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 значит, у вас есть 4 часа на то, что успеете за 4 часа. Я несколько раз замечал, что в Лос-Анджелесе, ну, Лос-Анджелес, большой там Санта-Мойника, Ромена Лигинс, Лос-Анджелес, где-то 3,5-4 часа им позволяют грабить, а потом полиция начинает шпулять, значит, шашками и медленно наступать, но они понимают, что надо отваливать, они, значит, свои люди говорят, быстро-быстро-быстро-быстро, сейчас начнут застрелять. И, значит, делают вид, что они сопротивляются и быстро отваливают. Достаточно быстро, потому что машины, они как-то бы пришли пешком, но почему-то они уезжают за секунду на готовых машинах, на автобусах. Как можно со спутника не снимать все это, как можно со спутника все это не видеть, честно говоря, не понимаю. Вот, то есть, опять, FBI, вот как-то вот, не военная же разведка должна этим заниматься, и запрещено заниматься это на территории, значит, внутри США, и ЦЛУ тоже запрещено, они, правда, когда надо заниматься этим, но забывают нам об этом рассказать. Техот, значит, это второй отряд, который занимается разбоем, а третий – это те, которые занимаются политическим прикрытием. Сегодня, например, на Фокс пригласили эту самую, господи, у Обамы была, самым главным, руководила страной, как ее, так сказать, мусульманка, она черная. Ага, забыл, да, выскочил вопрос из головы, там, что было на языке, ладно, я вспомню, я скажу. Ну, значит, поразительно, как ее, какие вопросы ей задавали. Например, ей говорят, а почему такие, как будто это не Фокс Ньюс, а как будто это MSNBC и обожают, значит, вот, и никого не хотят задеть. Скажите, а почему люди, значит, вот черные и прочие не хотят? Ну, она начинает объяснять, что когда мы проходим, мы черные, проходим мимо памятника, там, Вашингтона, у которого были рабы, то за что мы его не поставили памятник, мы его ненавидим. Вот вы себе представьте, каждый день приходить. На Фоксе обязаны были ее спросить. Восемь лет вы сидели в кабинете рядом с Обамой. Восемь лет вы практически руководили страной, там, вы подписывали договора единолично с Ираном, который, так сказать, вы руководили политикой с Китаем, вы делали тысячу и одну вещь. Кроме того, значит, близайшие самые два друга ваших, это Мишель и Марак Обама. То есть вы с ними, так сказать, вы в внутреннем кругу, вы руководили Байтомом. Вот объясните, как вы, вот 8 лет, которые вы сидели там, почему вы могли ездить мимо этих памятников? Как так случилось, что ваша оскорбленная душа вдруг загорелась именно сейчас? Ничего подобного, верю, спрашивают. Восемь лет, разглагольство, а потом мне говорят большое спасибо. Мы с удовольствием будем вас звать. То есть у меня такое ощущение, что эта страна сошла с ума. Значит, или мы сошли с ума. Может быть, они все правильно делают, а мы вот такие идиоты, которые приехали, значит, из бывшего Союза Советских, мы ничего не понимаем, не догоняем, мы живем там то ли в 17 веке, то ли в 14 веке до нашей эры, мы не понимаем там по-английски хорошо, наверное, да, я вроде книжки писал по-английски, не знаю, но, так сказать, наверное, плохие книжки на плохом английском. Я ничего не понимаю, а страна понимает. Но в основном я не понимаю, почему республиканцы сидят, положив две руки под попу, то есть у кого-то толстая, у кого-то костлявая под них, не вынимают эти руки, и только иногда говорят, что ну как это нехорошо, и больше ничего вообще. Вот как это может происходить, я ничего не могу понять. Такое впечатление, что эти 2% на самом деле разбушевавшегося населения перепугали всех так, вот, мне рассказывают, в середине Америки, в центре есть люди с ружьями. Люди с ружьями, и столько остаются, только они одни, не повлияют на выборы. Выберут Байдена, значит, AOC будет министром экологии, значит, Грета Таубер будет нашим представителем Организации Обеднённых Наций, Тандр, как её там фамилия, да, так сказать, полусумасшедшие, вот это, понимаете, о ком я говорю. Вот, значит, человек, который ненавидит ружье, карьеру свою сделал Орург на том, что он требует отменить вторую поправку, будет отвечать за работу с оружием в Америке, да, то есть у нас значит, убирать оружие сначала по большим городам, в которых всё это будет поддерживаться мэрами, да, потом в демократических штатах, а потом останется там несколько некрупных штатах, в которых есть оружие. Ну, так их оставят, там, и чёрт ты мой, на что они повлияют. Потом демократы всё время придумывают, каким образом лучше, так сказать, обеспечить себе, чтобы всегда у нас была одна партия, например, разрешить всем голосовать, кто находится на территории США, без того, что они являются там гражданами, не гражданами. Например, прибавление Пуэрто-Рико, или там DC, к тому, что у нас было не 50, а 52 штата, то есть 4 дополнительных сенатора, чтобы было совершенно 100%, они будут демократические, да. Например, там, так сказать, изменения, дистриктировали, так называемые, вот, линии таким образом, чтобы выкраивалось, чтобы в любой республиканский дистракт залезало большое количество людей, которые получают от государства подачки, и поэтому будут голосовать всегда за тех, кто эти подачки даёт, и тому подобное. Я не вижу, кроме того, что я вижу план президента по борьбе с конкретно Байденом и выборами, кроме этого, я ничего не вижу, что делает Республиканская партия, которая, с моей точки зрения, даёт развалить нашу страну, которую великая демократическая партия разваливает, и последнее, что я скажу по этому поводу, что демократы выпустили джина из бутылки, а загнать его туда значительно сложнее, чем открыть пробку. Ну, то есть исторические примеры. Кстати, что касается республиканцев, вот бывший кандидат в президенты Карли Фьеррина сказала, что она будет голосовать за Байдена на предстоящих выборах. Ну, ей в своё время сказал Трамп, посмотри, с такой рожей, как у себя лезть в президенты, просто нельзя, не должен был этого делать. Ну, естественно, что она обиделась всеми фибрами, и как только настал момент, она тут же почувствовала возможность, сказать, обратно, что называется, влепить, и она влепила, точно так же, как Буш, президент, имеется в виду, обиделся за брата. Трамп у человека, достаточно спокойный, который может влепить так, чтобы, так сказать, народ запомнил, но человек на него начинает обижаться. Люди вылетают с ринга, но вылетают с ринга, и, так сказать, а у них, ну, скажем так, не политическая уже личная ненависть возникает. Я уверен, что у этого самого, у Марио, как у вас, с Флориды, да? Марк Рубио. Марк, Марк, Марк Рубио, да. Тоже сидит личная ненависть, так сказать, слава богу, у Круза нет, слава богу, так сказать, у всяких людей, которых я уважаю, так сказать, нет, хотя они тоже были вышиблены. Но люди, которые не совсем, как бы, состоялись по какой-то причине, да? Они, хотя они бороться, так сказать, на высоких должностях, но что-то у них не получилось, и у них ощущение, что не получилось из-за травм, да еще их обидели, пред всем честном народе. Поэтому они полезут, вот и муж полезет, и он, и Ромни полезет обязательно, которому жутко обидно, что он такой умный, красивый, высокий, всеми любимый, миллиардер, миллионер и тому подобное, а народ ему не избрал, а вот этот вот Суркин Цинн, с развивающейся желтыми волосами, так сказать, плохой человек, политически некорректный, не из нашего общества, вообще должен сидеть там где-то в подворотне, а вместо этого стал президент. Вот Ромни тоже будет делать гадости, обязательно. А Трамп, Трамп, он его нравится, потому что он, как бы вот такой, ну рубаха парень, не знаю, правильно это сказать, да, неполитический корректор, но из того, что он неполитический характер, господа, будет очень много людей, которые привыкли к тому, чтобы все это сделать, ой, тюк, усенька, ты моя лапушка, вот, и когда с ними не так, они шчумеют от этого, и вот как сейчас, да, черные полезли, что называется, в города грабить, да, и все ученицы на задние лапы, мы не знаем, что делать, без того, чтобы вывести на улице, почему 2000 людей кровят памятник, пытаются развалить, а 250 тысяч живущих в этом квартале, смотрят либо телевизор, либо из окон, и не выходит на бите морды, я этого не понимаю, а если не выходит, ну, что называется, так, нам и надо, наверное, да, да, кстати, она выразила, такое, негодование, по поводу, это груз, круза, за то, что я говорю, про аферину, за то, что он поддерживает, трампа, крузу тоже досталось, ты же ему проиграл, почему ты его поддерживаешь, он же, сонки, цену у тебя выиграл, безумие, а вот, а, господа, у нас еще раз, и еще раз, и еще раз, водораздел проходит не по между демократами и республикациями, даже не проходит между консерваторами и условия либералами, все либералы, водораздел происходит между узурпацией власти, или разрешением людей жить, возможность людей жить, так как они хотят жить, ограничены только с законом, вот это разница, и такие бармоты и подонки, которые хотят захватить власть, уже вы идиоты, вы же хуже их знаем, что делать с деньгами, зарабатывать, мы можем потом отдать их им, а они будут решать, что с ними делом, и вообще, молчи, какое твое дело, ты ничего не понимаешь, все равно, отваля отсюда, да, ты совершил преступление, иди, я совершил в сто раз большее преступление, я из другой каски, поэтому я не прикасаемый, отваля, вот, эти люди, они в другой государстве живут, они, они поразительно, мы считали их, что их мало, оказалось, что их огромное количество, чуть ли не подавляющее количество, вот, я очень надеюсь, что народ отойдет от ужаса, который их видит с коронавирусом, отойдет от шока, который происходит, вот, так сказать, с взрывом, этой черноты, которая полезла из инерситис, мы наделали, государство Америка, своими подачками, развратило общество, у черт, афроамериканцев, черных, не знаю, как это называть, негритянское, то есть, черное, вот, и развращает точно так же своими подачками общество, а теперь испанское, испаноязычное, вот, как в испаноязычном обществе вообще не было, было стыдно ребенка завести без мужа, то есть, умер муж, что-то случилось, понятно, да, но вот так просто предвести в подоле, что называется, было стыдно, вы знаете, сколько в этом году, сейчас, в последние шесть месяцев, рождается детей в испаноязычной комьюнити, в Америке, 50%, почему очень просто, они вдруг выяснили, что если они женятся, они не получают дотации, если они не женятся, они получают дотации, так у них хотя бы, они там идут в церковь, венчают стихонечко, записывают, там гражданский враг не вступает, так, а у черных-то, они ни туда, ни сюда, поэтому живет баба с одним мужиком, как только она забеременела, от нее уходит, нахерен, она мне нужна, пошел к следующей, она жениться, никто не собирается, она начинает получать пособие за одного ребенка, живет то время со вторым, потом начинает от второго ребенка получать, потом приходит день, приходит третий, она начинает с ним тратить, я говорю, не говорю, все, но это огромное количество ситуаций, а почему, скажем, у черных и мексиканцев это происходит, а в среде белых значительно меньше, А очень просто. Мы привыкли жить на другие деньги, на минимум, скажем так сказать, человек, который подметает школу, не хочу сказать, что это только черная мусиканская профессия, но просто так исторически сложилось, что белые сюда приехали первыми, начали детей образовывать и тому подобное, и у них, их дети пошли, хотя бы минимальное образование получали. Так вот, получая это минимальное образование, потом получать там 300 долларов в неделю за ребенка, или там 450 за двоих, это очень мало. А если ты работаешь все равно на 750 в штате каком-то, в Калифорне это уже 15, 12, не помню, минимум, какой у нас сейчас, вот, 750, умножь это на 40 часов, а потом выяснишь, что у тебя за одного ребенка платят ровно столько же, не снимают никаких, тебе не надо ходить на работу, а за трех детей платят практически 20. Если у тебя в 1,5 раза больше, почти в 3, то ты думаешь, зачем мне работать, я лучше сделаю двух-трех детей и буду спокойно сидеть дома. А если дети ползают в несчастные, вонючие, сопливые и прочие, а мне хочется выпить вина или парюхать чего-нибудь, то они будут ползать в несчастность, но они же вырастают эти дети без отцов, без настоящего и без будущего. И они знают, что у них нет будущего. И никто эти, а потом они идут в школы, в которых единственное, что они не разваливаются, ужасные учителя, не все, конечно, да, ужасные, их никто не выгоняет, они плевали на это обучение. Три четверти из них в Детройте, например, неграмотные вообще после 8-го, там, 10-го класса, неграмотные вообще, не могут читать. А о каком обучении это может быть? Ну ладно, хорошо. Вот мы, мы все это организовали тем, что мы такие толерантные, такие хорошие, такие будем помогать сейчас всем. А последствия, вот хороший гроссмейстер, считает на 16 шагов вперед. Просто человек умеет, который умеет в шахматы играть на два. А политики почему-то, они думают только о своей карьере в данный момент, а больше ни о чем. Почему я вам скажу, почему? Потому что они обыкновенные люди, они не ангелы. Поэтому давать им власть нельзя. Поэтому политическая демократия – дело конченное. Она всегда переходит в бунты, а потом в усмирение бунтов, а потом в гулаги. Всегда. А о том, что надо вместо политической демократии, мы поговорим, если кто-то после перерыва захочет об этом услышать. Только одну короткую реплику. Не соглашусь, что политики не смотрят на несколько шагов вперед. Когда Линдон Джонсон подписывал приказ о новом обществе, он прямо так и сказал. Теперь негры за нас будут голосовать ближайшие 200 лет. Да, на этом уровне, да. Они вот этот шаг просматривают. А то, как это повлияет потом на страну, плевал он. И то, что его внуки будут потом вот сейчас их грабить и убивать, это он не думает. Абсолютно. Вернемся буквально через несколько минут после рекламных объявлений. Никуда не уходите. И если есть вопросы, вы сможете позвонить. Да, если есть вопросы, пожалуйста, звоните. Возвращаемся в программу Леона Магенштейна. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, в прошлый раз вы сказали, что в том, что сейчас происходит, это наша вина, наша инертность и наша неспособность к действию и так далее. Но что мы можем делать? Вот, может быть, вы подскажете. Еще один вопрос. Вы сюда приехали из Израиля. И вот у нас перед этим была передача из Израиля. Еще раз вспомнили о Болталене. И вот объясните, пожалуйста, каким образом военный, который даже стал генералом, и страна знала о том, что он совершил преступление, командуя расстрелом судна, которое могло решить вопрос о победе Израиля над арабами, которое привезло оружие и много людей погибло. Как могли проголосовать за него, как же, премьер-министра? Суть вопроса понятна. Ну, там было два вопроса, по-моему, да? Один, как могли проголосовать, я даже не хочу называть ни фамилии, ничего, просто общий вопрос, как население может проголосовать за кого-то, кто сделал что-то, что с точки зрения звонящего, аморально. Отвечаю. То, что с точки зрения одного человека аморально, с другого очень приветствуется. Например, вот мы с вами считаем, что это ужасно, то, что на улицу вышли толпы черных людей, громят все, и, скажем, магазины громят, памятники срывают и прочее. А я знаю лично несколько человек, которые считают, что это самое лучшее время за все время существования Соединенных Штатов Америки. Они будут голосовать за этих людей? 847-400-5200, телефон нашей студии. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Как вы думаете, насколько успешно? Вот сегодня проголосовали, давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Добрый день, Леон. Я очень с удовольствием слушаю вашу передачу. Просто, знаете, на одном дыхании. У меня вопрос такой есть. Значит, этот ведущий в Конгрессе, как его хэпбер, я с футболю не забываю, он вызывает бара на 28 число импич. Не кажется ли нам, что это очередная бульба, чтобы задержать его, чтобы он не выдал то, что он накопал на них, и тем самым придумывает, мне так кажется, что они придумывают какую-нибудь закавычную, ну, как сказать, идею, чтобы ему не дать возможность продолжать изыскание все, что произошло, чтобы обвинить этих негодяев в поздности, вране и все вместе взятые. Тем самым остановить его, чтобы он не продолжал свое исследование, пока не закончится его импичмент. Пожалуйста, я вас послушаю. Ну, спасибо большое за приятные и теплые слова. Да, конечно, так сказать, все, что сейчас делается, это попытка даже не остановить, я сейчас расскажу про возможно или невозможно остановить, а попытка очернить заранее тех людей, которые сейчас будут выходить с информацией. Надеюсь, ни у кого нет никакого сомнения в том, что и у Трампа, и у его людей есть продуманный план наступления и очернение, скажем так сказать, Байдена и демократов показать всей стране о том, что это за воры, там, подонки и прочие они являются. Я думаю, что в октябре месяце прошлого года я разразился там одним видео, где я рассказывал о том, что я вот посчитал, если бы я был там советником у Трампа, то я, наверное, сказал, что давайте, ребята, мы начнем, будем молчать, набирать, так сказать, информацию, делать вид, что мы ничего не знаем, ничего не умеем, ничего не понимаем, а, значит, где-то в начале мая мы начнем, так сказать, тихие-тихие выстрелы. Там, начнем это расследование, начнем то, публикуем это, публикуем то. Где-то вот в конце июня, значит, время придет заканчивать и вызывать гранд-джюри у Дурхома, то есть бар, то, чем занимается, да. В конце июля, после проверки всем эти, всей этой информацией на, можно ли рассказывать людям, вот, нельзя ли рассказывать людям, эту информацию опубликовать и тому подобное. Вот, пока что, все, что я предсказывал, оно было практически за 100% точностью плюс-минус там несколько дней. Единственное, что меня очень удивляло, а где же, так сказать, информация о Дурхома, потому что вроде бы, так сказать, они уже так долго этим занимаются и должны были закончить. И тут вот вчера просочилась информация из всяких кругов, близких к, что у Дурхома закончено. Единственная причина, почему они, как выяснилось точно, что на конец июня назначили, значит, как бы опубликование о том, что она закончена, мы еще пока не можем смотреть текст, потому что он не проверен цензорами, военными там и тому подобное, чтобы там не было никаких там тайн военных, да, и людей там, которых не нужно. Вот. А что единственная причина, почему они отложили на 3-4 недели, потому что был вот ковид, там, так сказать, нельзя было собираться, и они не могли собрать, вернее, не хотели посредине этого истерики собирать гранд-жюри. А гранд-жюри собирать означает, что, значит, у них есть целый ряд, у них это у Бара и у Дурхома, есть целый ряд уголовно наказуемых дел, которые они хотят представить в жюри и сказать им, ребята, вот мы хотим делать вот это, вот это, вот это. Если у вас какие-то вопросы, можно? Можно. Да, все. Тогда мы поехали. И вот, значит, гранд-жюри только-только вот сейчас будет собираться, в самом конце июня, и, значит, в июле во второй половине будут, так сказать, обнародованы слова о том, что да, все готово, да, все это самое, а теперь ждите, вот кусочки какие-то будут выскакивать через прессу, а теперь ждите, когда мы, значит, все это проверим, выясним, где-то там, так сказать, тайн, которые нельзя показывать, вычеркнем их, зачеркнем там, черненькие, мы после этого начнем куски, а может быть, и все обнародовать. То есть, все как бы идет по плану в этом смысле. Что делают демократы? Они, во-первых, устраивают тот кошмар, в котором мы находимся сейчас, потому что это единственный способ, они понимают, что очень много грязи вылезет, и знают даже, какая грязь вылезет, потому что, в общем, ну, знают, да, и Джулиани там, так сказать, уже много говорила, и украинцам много говорили, и с Китая след, так сказать, к Байдену, и т.д. и т.п. Поэтому они пытаются, во-первых, издать установку в стране, в которую страна начнет кричать, мы больше не можем так жить, давайте избирать кого угодно, лишь бы не было вот этого кошмара. Они думают, демократы, что они могут этот кошмар закончить. Не могут. Они плебс, черн, не в смысле цвета кожи, черн, в смысле, в головах, да, так сказать, бандюги, криминалы и тому подобное, уже вылезла из щелей, и обратно отчень будет ее сложно занять, у них уже свои лидеры, у них уже свои требования, и т.д. и т.п. Вот. Поэтому, значит, это первое, что они делают, то есть создают атмосферу ужасную в стране. А второе, что они делают, они пытаются сейчас Лидзи Грахом очернить, уже пошли где-то 3-4 дня тому назад по всяким социальным сетям, почему-то Google и Twitter и прочих не останавливают, рассказывают о том, что кто-то точно знает, что Лидзи Грахом пользовался услугами, там, маленьких мальчиков, там, чуть-чуть не семилетних, он сексуальный маньяк, там, убийца, режет, там, и тому подобное, а никаких подтверждений нет, он на этом уже муссируется, да. Почему? Потому что он во главе юридического, как бы, части этого расследования, то есть документы и люди, значит, начиная, ну, где-то с 1 июля, если не ошибаюсь, и по конец сентября у него будет 52 свидетеля, может быть, добавится, но и 52 уже проголосовали, которые будут нам рассказывать о том, как начиналась история работы, значит, ФСБ, ЦРУ, НСА и Белого дома против Трампа, это первое. То есть это они его пытаются очерлить. Знаете, когда ты ничего не можешь делать с темой, ты пытаешься, что называется, мессенджера того, который несет эту тему, очерлить, мол, от него слушать ничего не хотят. Бары они пытаются очермить из-за расследований Дурхома, вот. А, конечно, это не могут его выгнать, кто его может выгнать? Надо, что Сенат тоже проголосовал, 75% голосов, что проголосовал, что его выгнать. То какой сумасшедший думает когда-нибудь, что Сенат проголосует даже 51% голосов, да? Даже если Ромни его решит убрать, все равно там нету 50%, 51%, не говоря уже о 67%. То есть все это действие, я извиняюсь, я так долго отмечаю, но все это действие в ответ на или предупреждающие того, что они знают, придет медленно, ползучим образом с Украины, с Китая, из Америки, с Хантером, связанные с сыном Пелоси, с приемным сыном, сыном жены, того самого Керри, все это ползет, все это разворачивается, мы узнаем, что замешан в этом Обама. Много-много-много чего мы будем сейчас узнавать до конца сентября этого года, а потом я думаю, что президент или кто-то выступит с программной речью, говоря о том, что, боже мой, какой кошмар, их надо сажать в тюрьму, а не сажать в Белый дом, в Конгресс и Сенат. И следующий звонок, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вы знаете о том, что в Калифорнии убит, по-моему, Харьет, который имел досье на Обаму, Клинтон и компанию, он очень был осведомлен об этом, и вроде приписывают, что он сам застрелился. Я знаю о 26 случаях страннейших самоубийств людей, которые, начиная с того момента, как Билл Клинтон стал губернатором штата Арканзас и кончая, так сказать, практически последним временем, включая Эпстайна, 26 человек они покончили жизнь самоубийством. около 40 человек были убиты, ни у одного из них не нашли, никого его убил. На ходе расстреляно, кто-то вечером зашел в Старбакс, это была его, значит, Билла Клинтона, одна из девушек, с которой, так сказать, у него там крутили всякие и шашни, пошла информация, значит, он Изикова, такого журналиста, это было вот как раз дело Моники Левицкой, еще бы не знали, что Моника, что некий, значит, стаффер, значит, то есть работник Белого дома, имя которого начинается на ММ, она, значит, выходит и, значит, буквально на днях выйдет с огромной, так сказать, объявлениями и по-моему подобное, Клинтоны, похоже, решили, что это вот Мэри Магони, и она работала в это время директором Старбакса прямо в Вашингтоне, ночью, там, после закрытия кто-то вскрыл дверь, значит, три человека туда зашли, там, там, там было тоже трое, так сказать, вот эта мэри и два других, они были, значит, разошли три человека, забрали двух этих служащих в кладовку, убили их выстрелами в голову, по одному выстрелю на каждого, а мэри расстреляли из двух пистолетов шестью пулями, после этого ушли, не забрав, там было четыре тысячи долларов выручки, не забрав выручки, не забрав ничего, ни одного следа, все были в перчатках, кто открыл дверь и как открыл дверь, никто не знает, через два дня выяснилось, что это не Мэри Махони, а, значит, соответственно, Моника Левицкая, так что знаем мы все эти истории, знаем кучу историй, которые, значит, один за другим погибло четыре человека, которые были в комитете по сбору, пожертвовали сбору денег для Билла Клинтона, значит, и все они летали на самолетах и их самолеты взорвались. Четвертый, дантист, значит, Клинтона, который летел на своем самолете встречаться с представителем газеты Daily Telegraph и сказал ему по телефону лично, что если ты приедешь, я тебе передам кучу информации, у меня есть с собой много документов, доказывающих, что Клинтон бандит, убийца, сволочь там и тому подобное, на него работает шайка-убийца, значит, его самолет взорвался в воздухе, непонятно почему. Да, знаем, да, это самое, как вы видите, до сих пор любимая женщина Америки после Мишеля Обамы вторая, значит, была Хилари Клинтон, которая по утверждению жены одного из тех людей, которых, похоже, так сказать, они убрали, не своими руками, а чьими, да, сказала, что Хилари из Белого дома, из Овального офиса командует тайной полицией, точно такой же, как Иосиф Сталин командовал у себя, значит, в Советском Союзе, а написал книгу по этому поводу. Как видите, все ходят на свободе. Да. Ну, вот что касается погромщиков, генеральный прокурор Барт заявил о том, что открыты сотни дел и ведутся расследования по этим погромщикам. Они надеются делать следующее. Они предлагают им, скажи нам, кто тебя пригласил, кто привел, кто оплатил, это самое, и тогда мы тебя отпустим. Я думаю, что это продумано, и, во-первых, есть, так сказать, отбиты, так сказать, связи, то есть, дальше люди просто не знают, кто их приглашал, не знают, кто их оплатил и тому подобное. А второе, я думаю, что с главными, ну, там, срединными организаторами, middle management, то, что называется, проведены, так сказать, занятия, где им объяснено, что если они хоть рот откроют, то, так сказать, там что-то такое произойдет с их родными, чего они не хотели бы, того, что происходило. Окей. Господа, мы в эпохе чернорубашечников, извиняюсь за чернорубашечников, коричневую рубашечников в Германии, 35-й год, и мы где-то в эпохе, наверное, того же 35-го года, сталинский год, еще ли 37-й, ни там, ни там, еще ли 39-й, так сказать, когда уже все черные рубашки пришли и там, и там, пока что 35-й, а если у нас возможность остановить, боюсь, что у нас уже нет, и единственное, что я хочу сказать своим, так сказать, братьям, сестрам, родственникам, просто знакомым и милым мне людям, господа покупайте оружие, имейте его дома, потому что все бандиты должны знать, что у всех евреев, я сейчас конкретно про евреев, потому что есть очень серьезная компонента антисемитизма, в 10 домов рядом с синагогой, у нас здесь рядом с Пико, одновременно полезли люди, конкретно в еврейские, конкретно отмечено, там было около забора крестиком куда лезть, но так как это случайно стало известно, то у нас есть такая бригада еврейская в Лос-Анджелесе, самообороны, они профессионалы, так сказать, называется Маген Ам, то есть народная защита, это перевозят Синрита, они как только начали громить на Гугу туда причались, причались и остановили людей, слава богу, никто никого не стрелял, никто никого не убивал, значит, те просто испугались палок и дубинок и отвалили, но уже началось, так вот все эти бандиты должны знать, что во всех еврейских домах есть оружие, и мы умеем и будем им пользоваться, будем им пользоваться, если они будут это знать, к вам не будут лезть. Спасибо. Что касается предстоящих выборов, опросы общественного мнения показывают, что Байден опережает Трампа в так называемых battleground, то есть в Штатах, которые колеблющиеся и которые, по сути дела, и будут определять результаты выборов, это и Вискрансен, Мичиган, Пенсильвания, ну, в общем, вот эти штаты. Да, я понимаю, ситуация, вопрос, есть от шести до восьми таких штатов в Америке, уже в остальных отрыв, скажем, одной партия, другой достаточно большой, очень сложно его перепели, так сказать, даже волнуется, сложно его перебить, но есть вот шесть или восемь штатов, которые считаются, что там там два, три, один, полпроцента разницы на площадных выборах, на позапрошлых выборах, оно, кто туда, все околеблется, поэтому, так сказать, если волна идет в какую-то одну сторону, то, значит, мол, все. Ну, первое, я хочу сказать, я, так сказать, это неприятное известие, так сказать, то, что Байден с таким отрывом. Второе, не обращайте никакого внимания на эту ахинею. Никакого. То есть, опять, может быть, выиграет Байден? Может, выиграет. Может, выиграет AOC. Ну, вот, выпусти ее сейчас, может, она выиграет. Может, выиграет вообще хотя бы угодно. Во-первых, Байден, понятно, не будет президентом. Байден уже в мораже, и никто ему не дашь, что называется, руководит. Но это же не об этом. Демократическая партия. И вот, ну, представьте себе на секунду, сидят люди в куче штатов вот этих, где колеблются, и смотрят, как не у них. У них все нормально, потому что у них руководство республиканское, да? Или там, малые города и прочее. У них нет этого сброда кошмарного. Они смотрят по телевизору, хоть хочет CNN, хочет ABCN, они все равно вынуждены все это показывать, да? И они видят, как горит, взрывается, памятники вырывают и прочее. И они думают, секунду, вот это вот будущее, они нам это предлагают. Они нам предлагают одновременно избавиться от полиции и одновременно сдать наше оружие от медицинга и одновременно. То есть, раньше они хотя бы нам говорили, значит, ребята, вам не нужно ваше оружие, там, охотьтесь, пожалуйста, но для защиты вам не надо, у нас есть полиция, она немедленно выезжает. А эти смотрят и видят, что полиция не выезжает, что полиция стоит и охраняет этих бандитов, что полиции говорят, там, 30 мэров в 30 городах, в которых это было, сказали своей полиции не вмешиваться. Так это не шаг, они полезут ко мне домой и никто не будет вмешиваться, потому что их слишком много и потому что они правильного цвета кожи или что еще, меня в это время ограбят и убьют, естественно, потому что я буду сопротивляться. Так чего я должен сдавать оружие? И это те люди, которые хотят в мой белый дом и мной укомандовать? Вот кто-то может поверить то, что они говорят, ой, давайте голосовать против Трампа, который хочет, чтобы была полиция и хочет, чтобы было оружие. Ну, чушь это хинея полная. Звонят мне и говорят, у нас сейчас к вам вопросы, а тут же вешают. Звонят кому-то, у кого-нибудь, да, я очень против Трампа, я хочу... Ну, кто из нормальных людей сегодня, из нормальных, я имею в виду, отвечает на эти вопросы? Это первое. А второе. Ну, господа, не верьте этой ахинеи, пожалуйста. Все, я закончил. Спасибо, обнадеживает. Обнадеживает. 847-400. Я не хочу говорить, что Трамп 100% выигрывает. Мне кажется, он выигрывает 98%. Ну, все может быть. Ну, да, но сейчас говорят об очередной вспышке эпидемии. То есть, понятно, что... Давай с коронавирусом, на секунду, Сережа. Остановимся перед этим, будем принимать там звонки и прочее, да? Значит, каждый год есть вирусные заболевания. И каждый год они там... В Калифорнии у нас происходит в районе ноября, потому что у нас наябрь это единственный месяц... Ну, у нас два раза в году по две недели идут дожди. Вот в этот период, там, все там... Так вот, у меня как минимум половину знакомых гнусален, говорит, что она только что переболела, кто-то заболел. Как минимум половину. Ковид. Коронавирус. Из-за которого мы закрыли страну. У меня нет ни одного знакомого. У моих знакомых нет ни одного знакомого. Ни одного... Я переписываюсь, так сказать, меня слушают, там, ну, там, 10-20-30 тысяч по Америке, да, плюс там еще, там, 60 в других странах. Я все время пишу, там, напишите, там, или там, говорю, там, так сказать... Ни у кого нет... У кого-то один человек знакомый, у кто-то там умер, там... Нету его, нету, мне рассказывают, что у нас еще 5000 в Калифорнии. А я думаю, секундочку. Так вы же только что тестирование начали, массировано. Естественно, что у вас выяснилось, что еще 5000, а потом выяснилось еще 100 тысяч. А мы с самого начала говорим, что больных в 20-30 раз больше, чем то, что нам рассказывают. То есть, процент умерших, на самом деле, меньше или такой же, как от нормального гриппа. Да? Вот. Больше, больше, больше в два раза. Но не 2,3 миллиона, а 120 тысяч. То есть, меньше 10%. Какой меньше? Меньше 5% того, что они нам рассказывают. То есть, это какая-то такая хи... А сейчас вторая волна. Вторая волна. И начинают показывать 5000 там, 7000 там, 3000 там. Опять, ни одного знакомого у меня, это у меня очень широкий круг знакомых. Я вам признаюсь. Две недели тому назад я был на пальце, на котором было 20 человек. Неделю тому назад я был на пальце, на котором было 15 человек. Но эту субботу мы идем на пальце, на котором 20 человек. 4 июля мы идем на пальце, на котором 60 человек. У нас ни одного в кругу нашем, большом, широком, нет ни одного человека, который бы близко знал кого-то, кто болеет. Ну, какая к черту вторая волна? Понятно. Давайте попробуем все-таки принять звонки. Добрый день. Слушаем вас. Алло, добрый день. Леон, такой короткий вопрос. Какая должна создаться ситуация, чтобы президент призывал армию? Помощники или как? Массовая стрельба. Поэтому черные толпы научены не стрелять. Ну, короткий вопрос. Ну, собственно, и времени больше не остается. Леон, огромное спасибо, как всегда, содержательно, подробно, эмоционально. И до встречи в следующий раз. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok